добрый день с вами психолог наталья коробкова и сегодня я хочу вам показать свои дипломы как так получилось ну и рассказать как так получилось что я стала психологом и вообще мой путь в психологию это я отвечаю на ваши комментарии потому что мне периодически приходит комментарии под разными видео или какими-то моими постами в ютюбе какое у вас образование и есть даже люди которые постоянно где дипломы где дипломы покажите дипломы почему вы решили назвать себя психологом почему вы называете себя психологом несколько человек был ну тем не менее с определенной настойчивостью требует студию дипломов вот вообще-то то что я закончила у меня написано на моем сайте наталья-коробкова точка ру на главной странице внизу я там перечисляю но основные основные учебные заведения помимо этого еще была куча всяких курсов тренингах мастер-классов дополнительного образования много всего было поэтому ну там я такие основные перечислила вот дипломы я на сайт не добавляла но я сейчас кстати их планирую добавить в instagram я сделаю пост со своими дипломами и сейчас тоже вам их покажу может быть на сайт когда-то добавлю это надо просто компьютерщику давать задание высылать ему как это отсканировать выслать ему и чтобы он их там добавил вот начнем с моего первого высшего образования это российский государственный гуманитарный университет сокращенно rggu кто в москве наверняка его знает находится он на 1 ме узкой улице это метро новослободская в свое время это он входил в там в топ не знаю 5 или топ-10 лучших вузов россии афан афанасьев у нас был ректор не знаю сейчас афанасьев или кто-то другой известный такой мужчина который в политике принимал какое-то участие вот то есть вуз такой был в общем-то топовый и тогда уже года два-три как появился факультет менеджмент это было новое такое у меня был выбор либо экономический либо менеджмент но так как я математику никогда не любила всегда ее тянула потому что нужно вообще гуманитарий по своей по своему характеру и я выбрала менеджмент потому что это как бы было что-то новое современное в то же время ни о чем то есть как как раз идеально для того человека который не знает кем ему быть кем он хочет быть он понимает что он вроде бы гуманитарий но не настолько чтобы не знаю философию идти там или еще куда-то поэтому вот она вот так вот можно стать менеджером по продажу можно может быть какое-то свое дело открыть а можно вообще кучу если ты менеджер ты можешь куда угодно на самом деле идти просто доучиться там где-то что-то и в общем универсальная такая профессия вот поэтому вот мой значит первый диплом это это диплом который был получен в девяносто восьмом году 18 июня здесь бакалавр здесь у меня бакалавр вот видно менеджмент дан до коробкова наталья геннадьевна и вот второй через год я получаю это у меня идет уже специалист и менеджер по специальности менеджмент вот пожалуйста так и вот такой вкладыш здесь по оценкам значит вы я сейчас посмотрела я почему-то думаешь меня было больше удовлетворительных оказывается всего две удовлетворительные оценки но здесь мелко конечно но в принципе вот вот здесь хор отлично зачет или удовлетворительно вот удовлетворительно то то бишь тройка у меня всего лишь оказывается за пять лет всего лишь по двум предметам это технические средства управления и немецкий язык не получилось у меня немецкий язык все-таки вытянуть что такое технические средства управления вообще уже не помню а все остальное это хорошо или отлично или вы зачет прекрасно то есть я даже порадовалась что я оказывается прям так хорошо училась вот это у меня красненький такой это диплом уже по психологии когда я училась на психолога это 11-12 год 11-12 год опаньки вот значит что у нас здесь написано диплом выдан коробковой натальи геннадьевны московский государственный университет имени ломоносова по программе практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса так как я училась в институте практической психологии личности это генезис практик его короткое название он у него был заключен договор с мгу теорию нам преподавали исключительно педагоги из мгу вся теория шла именно оттуда очень хорошие педагоги мне понравилось мы практически после каждой лекции мы хлопали в ладоши так вот они так вот умели подать свой предмет а вся практика была именно от этого от нашего института практической психологии то есть на очень соответствует кстати именно названию то есть почему я выбрала именно из тут практической психологии личности потому что мне понравилось что они дают переквалификацию в другую профессию за один год там учишься один год в конце сдаешь диплом я не хотела учиться три года и получать второе высшее потому что я знала прекрасно что если я пойду на второе высшее в МГУ только в МГУ да вот это будет или еще куда-то это будет сплошная теория 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 бесконечный фрейд юнг там и так далее и я выйду через эти три года и практиковать не смогу мне потом придется еще ходить долго и муторно по разным курсам чтобы теперь еще научиться практиковать этого мои планы не входило потому что на тот момент мне уже было три тридцать с лишним лет и я понимала что у меня и нет желания и времени в этом возрасте столько лет убивать на учебу который даст мне только теорию вот как какую-то эрудированность в этом предмете вот я ее и так сама дома пройду прочитаю все книги какие надо и так далее для этого мне не надо ходить в университет столько лет и я просто так была рада что я сама мне никто не рекомендовал это вуз я его сама нашла в интернете я пошла туда в общем сдала документы там надо обязательно было иметь первое высшее образование и тогда ты можешь там учиться и мне понравилось там учиться все занятия проходили в виде тренингов когда вот вы в кругу сидите и вместе с психологом с тренером сразу на себе пробуйте все вот вот ну как сказать все практики вот вы проходите например направление гештальтерапия вам рассказали про нее и вы тут же разбиваетесь по парам по тройкам и это на себе пробуйте и так далее еще там еще что-то прошли какую-то тему и тут же тоже опять берем и практикуем то есть нас все время заставляли преодолевать страх комплекс работы с клиентом вот учили выстраивать диалог учили входить в рапорт при этом ты как бы еще и личную терапию все время проходишь потому что в этом кругу он начинается всегда с того что ты даешь обратную связь начале и после занятий в общем как будто бы ты все время на тренингах это очень интересно мне понравилось и при этом и теория очень хорошо давалось мы мы все это сдавали теорию сдавали вот так 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 ну что у меня тут меня тут тоже вас все отлично и хорошо есть только одно удовлетворительно это методология и история психологии ну ладно непонятно почему потому что диплом я защитила на 5 нас было у нас была группа небольшая нас было 17 человек если не ошибаюсь в группе и я сдала одна на пятерку и по-моему еще один парень вот я сейчас не по или нет ну в общем было очень много троек и я сдала на пятерку вот я там тренинг придумала тренинг и его защищала поэтому своей учебы я очень довольна и у нас сформировалась такая определенная компания мы еще периодически встречались вне уроков что-то друг на друге практиковали потому что кто-то проходил какие-то другие направления дополнительно и он показывал кто-то был очень сильно и нлпшник у нас кто-то хорошо разбирался в семейных системных расстановках была даже женщина молодая которая мгу закончила пять лет и она пришла учиться и я ее спрашиваю зачем ну ты же ты же мгу закончила зачем она горит а чего мне дали одну теорию я практиковать не могу я пришла за практикой потому что я не знаю как работать такие вещи и по когда я это услышала подумал господи какая молодец я выбрала правильный вуз не стала тратить время на все остальное вот кстати кто-то меня спрашивал по поводу того что вот это же у вас не первая профессия вторая вот там это типа минус какой-то это совершенно не минус я считаю что это плюс вообще настоящий психолог может стать настоящим именно после 30 лет до 30 лет когда идет еще все равно формирование человека человека его личности когда ему еще надо пройти огонь воду и медные трубы прежде чем вообще начать в чем-то разбираться и вообще научиться входить в раппорт с людьми для этого нужен жизненный опыт я не верю что молодой человек неважно девушка или парень могут быть хорошими психологами психолог я говорю это как такое хорошее настоявшиеся годами там вино значит выдержанное в специальных бочках при определенной температурой сделано в при правильных технологиях и так далее то есть это это не молодой продукт это именно с годами то есть тут помимо знаний должен быть собственный опыт ты должен наестся как говорится своего всего вот и сделать из этого определенные выводы чтобы было с чем проходить личную терапию через личную терапию ты понимаешь вообще волшебство сама 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 этой профессии что как ты можешь понять что дает психология если ты сам у никакие свои проблемы через психологов психотерапевтов не решал ничего не может дать вот поэтому это это нормально когда эта вторая профессия вот ну а первое да я работала кстати я работал около 10 лет в бизнесе своего первого мужа именно по профессии то есть я там начинала от товароведа и раскладывателя товара по витрине и развешивание ценников до исполнительного директора поэтому я как раз была этим менеджером управляющим исполнительным директором в общем все как по моему первому образованию получила полный опыт и прошла все стадии от наивности до как говорится снимание розовых очков особенно когда ты работаешь в торговле но потом просто так сложилось моей жизни что многое поменялось я развелась первым мужем и мне нужно было искать себя в чем-то новом думаю чем я буду заниматься дальше и так как у меня было с чем поработать самой в своей у психолога и я уже рассказывал в нескольких своих видео что с помощью психолога я вылечила свои панические атаки и очень мне помогала психологом вот та женщина психологине которая выбрала и к ней ходила около двух с половиной лет и периодически к ней приезжала именно вот она мне помогала справиться с эмоциями во время расставания с первым мужем разводом и все такое ну то есть у меня бы были свои какие-то там страхи комплексы недопонимания я тогда плохо разбиралась в людях я многого не понимала и в принципе я всегда говорю что я психологию пришла чтобы во-первых прежде всего понять себя я очень много не понимала даже в себе и почему вот так складывается они так почему вот как будто бы по какому-то сценарию я живу который мне там допустим у него есть негативные стороны бы хотела это поменять но у меня есть ощущение что в заколдованном круге еще что-то в общем и вообще мне хотелось еще научиться разбираться в людях и я прям вот именно с этим посылом пошла в психологию наш если как когда у меня еще и панические атаки прошли после одной из сессий я еще заинтересовалась такой темой как психосоматика но чуть позже потому что тогда это слово даже не звучало я просто обалдела от эффекта что оказывается тебя два года мучают панические атаки а здесь за 20 минут тебе что-то такое сделали ввели в какую-то там легкую медитацию или транс а когда вывели у тебя атаки прекратились и потом они появлялись у меня очень редко интенсивность их было намного ниже и в общем потом они сошли на нет и вот это было для меня потрясением потому что иначе мне пришлось бы сидеть на ноутропных препаратах там постоянно чтобы купировать эти панические атаки мне помогали только эти таблетки без них я не справлялась а и у них естественно куча побочки как и какую любую любого лекарства то есть но могли с годами дать эту побочку вот такие вот дела так что вот так я пришла психологию из из разряда что не было бы счастья до несчастья помогло и это в итоге потом я увидела что мне это нравится мне это затягивает что у меня получается я потихонечку набиралась уверенности и потом я поняла что наверное даже могу это сделать своей профессии то что сначала я не знал даже когда в институт пошла я до конца не знала будет это моей профессии или нет вот что еще да вот еще генезис практик он выдает вот такой сертификат то есть от мне выдали два диплома вот такой сертификат от генезис практик и мгушный диплом это вот в институте практической психологии личности так хорошо ну что вот у меня еще есть сертификат а это я училась на психосоматолога до специалист по психосоматике пси 20 школа михаила филяева но она сейчас сама известная по психосоматике я у них обучалась потом вот еще у меня какой-то еще один сертификат от пси 20 86 часов здесь написано тут я а это что ну подождите а подождите я вам неправильно сказала а это это я участвовала я поняла это я участвовала в профессиональной конференции по семейной терапии консультированию и системным расстановкам мастерство в профессию это и кср институт практической психо и кср институт консультирования системных решений это где расстановкам я училась я не проходила там все программы я ходила лишь на разные мастер-классы иногда посещал вечерние группы когда расстановщик делал работы другим клиентам я была заместителем но кто знает эту эту терапию они поймут о чем я говорю то есть я участвовал в группах как просто участник и через это училась но и вот на конференции когда они периодически устраивали их посещала вот а это вот как раз пси 20 сертификат базовый курс я у них закончила и дальше уже я сама онлайн обучалась у разных разных совершенно психосоматологов так это я обучалась так 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 сейчас скажу это не то вот клуб друзей тойча но это по методу тойча есть такой тоже известный психолог вместе с женой они хорошо очень практиковали известные люди были на западе дальше это я участвую институт инновационных психотехнологий это у ковалева сергей викторовича нлп основа личностного консультирования консалтинг проблем и решений периодически я его семинары посещала это сертификат эту елена веселаги я училась расстановкам тоже это вот работа с гинограммой и семейной истории это расстановочная работа с фигурками предметами напольным якорями это когда работаешь ну используешь метод семейно системных расстановок не в группе а индивидуально и третья расстановочная работа вот красным написано с темами бизнеса реализации денег то есть как можно работать то есть я посещала занятия и в кср это вот институт который расстановщика выпускают и у елена веселаги у нее чуть-чуть такой более современный как бы новый подход это на любителя каждый выбирает свое мне было интересно узнать это это и я взяла оттуда просто выжимку того что мне нужно то что по моему мнению работает именно то я в своей практике дальше и применяла так сейчас дайте я сразу посмотрю что у меня здесь и тут просто то что я нашла то и то и вам озвучу а вот это я проходит еще учу часть в институте я проходила практику в компании марс до сих пор существует это который выпускает марс сникерс баунти что там на нац да вот эти все дела и это представительство американское представительство в москве сейчас они подмосковье у них сейчас офис раньше он был прям в москве на большой тульской я проходила там практику и потом я по да а потом я работала в офис менеджером офис менеджер вот рекомендательное мое письмо в компании айви элпи интернешнл векл из плен не занимались они давали в лизинг автомобили в крупные американские компании этим топ-менеджером начальником отделов и так далее то есть наша компания предоставляла автомобили в лизинг вот этим топ-менеджером вами других американских фирмах у нас хозяевами нашей небольшой компании это маленькая компания частная были два брата американца джордж бэткок и мартин кажется его брат и вот когда и когда я увольнялась директором был дональд крэйк вот внизу написано это главный глава представительства и вот выдали мне рекомендательное письмо мы рады подтвердить чтоб коробков наталья геннадьевна успешно проработал в американской лизинговой компании айви элпи должности офис менеджера в период с 21 сентября 98 по 30 июня 99 недолго то есть около года я работала потом я забеременела уже и три года я была в декрете и вот потом и начала работать с мужем в торговле так значит в круг ее обязанностей входил организации создание условий для работы персонала работа с финансовыми документами по оплате услуг и товаров предоставленных фирме дело производства работа с оргтехникой перевода необходимой документации работа с клиентами ля-ля-ля тополя в общем за время своей работы наталья геннадьевна проявила себя как хороший специалист обязательный исполнительный сотрудник к работе относилась добросовестно творчески с душой благодаря своим профессиональным и личным качествам пользовался уважением любовью коллектива компания высоко ценит ее позитивное отношение к работе исполнительность и аккуратность мы рекомендуем коробкову нг в будущем каждому работодателю 99 год дональд крэйв вот но это вот то что мне удалось найти естественно еще есть разные другие сертификаты какие-то памятки о том что я участвовал в каких-то мастер-классах тренингах и так далее многие из них даже не выдавали некие сертификаты потому что это все происходило как как факультатив как дополнительные занятия в том же институте после занятий еще наши же педагоги давали какой какие-то доп предмет и так далее там естественно никаких сертификатов не выдавалось поэтому путь в психологию это постоянное бесконечное обучение туда идут люди которые любят свою профессию и они там именно из любви к ней потому что если у вас нет эмпатии если у если вы не любите людей побывает такие люди по своей сути вам в этой профессии ну как бы нечего делать вы можете там выезжайте ну например на коучинге быть коучинг коучером и как специалистом по коучингу то есть это все время говорить про будущее про достижение целей хотя при все равно их тоже учат и с травмами работать и со страхами но для этого человек должен уметь входить в рапор с человеком понимать его все-таки эмпатия здесь она необходима и нужно это нужно это любить естественно все это испытать на своей шкуре для того чтобы это было интересно не было профессионального выгорания и хотелось дальше этим заниматься так что еще что еще да я сейчас расскажу например в свое время меня очень сильно увлекли именно семейные системные расстановки это на любителей это не всех увлекает кого-то сильно увлекает гештальтерапия кого-то сильно увлекает этот психодрама она похожа на семейной системной расстановки но она другая психодрама она официально принята в институте под нее подвели научную базу под семейной системной расстановки нет это идет как факультатив потому что там вся наука условно говоря ведь все держится на том что это феномен который нельзя объяснить это как раз те диагностики которые я делаю на своих консультациях я могу почувствовать любого человека который никогда в жизни ни разу не видела и это выглядит как магия правда я даю очень много обратной связи поэтому я в принципе могу даже вот именно психологический диагноз поставить любому человеку рассказать какой он изнутри и это мне дал именно метод семейных системных расстановок когда очень много участвовала как заместитель как помощник вот в этих групповых работах и очень много чувствовала и вот это эти чувства они у меня я в них быстро включаюсь и быстро из них выхожу чувство другого человека я всегда могу разделить это сейчас мои чувства или того человека которого я хочу почувствовать вот и вот эти диагностики кстати очень мало кто делает и здесь это мой конек, людям нравится, и ко мне ходит очень много именно за этим. И, конечно, основной мой конек это психосоматика, потому что она мне как-то очень зашла, с нее я начала свой ютуб-канал, и 80% моих клиентов они приходят с запросом по психосоматике, а потом уже, естественно, психосоматика нас куда выводит? В отношения с родственниками, с мамой, папой, сыном, дочерью, мужем, женой, и пошло-поехало, и тогда мы уже уходим в терапию, в отношениях. Возвращаясь к семейным системным расстановкам. Кому-то они нравятся, кто-то их не понимает, кто-то считает, что это шарлатанство, кто что. Мне они очень хорошо зашли, я все в них поняла, я ходила туда несколько лет к разным, я переходила почти ко всем специалистам по семейным системным расстановкам в Москве. Вот все, что я в интернете хотя бы раз. Я смотрела, как этот человек работает, как этот, вот там же запрос, он же работает по запросу клиента. Я смотрю, ага, как он, что он сейчас будет делать. В общем, получила огромнейший опыт, огромнейший, именно по семейным стенным расстановкам. У меня, конечно, были свои фавориты, я не буду называть их имена, не хочу никого рекламировать. сами разберетесь, сами походите, найдете, потому что у вас может быть какой-то любимый другой специалист. Я нашла тех, кто мне был понятен, кто говорил так, чтобы мне хоть было понятно, что происходит, потому что зачастую на семейных системных расстановках происходит вообще не пойми что. И человек запутывается, клиент запутывается, терапевт сам ничего не понял, но делал вид, что понял. И окружающие тоже так, вроде что-то поняли на самом деле, что сейчас было такое, какие надо выводы сделать, а что дальше, а как это мне поможет, было непонятно. Вот чаще всего я сталкивалась именно с этим. И я, когда, например, я даже ходила в одну группу долго, потому что там были клиенты, которые ходили именно к этому расстановщику. И они прорабатывали свои темы, и я в динамике на протяжении двух лет, я смотрела, меняется их жизнь или нет. Тот запрос, по которому они сейчас делали эту психотерапевтическую работу, он разрешился этот запрос или нет. Или они второй, третий, десятый раз приходят с этим запросом. Что вообще можно изменить через этот метод? То есть я смотрела еще в динамике, что происходит, насколько это помогает. И я сделала определенные выводы, взяла оттуда только ту выжимку, которую мне нужно. И я поняла одно, что когда ходишь на группу в расстановке, там происходит на самом деле очень много непонимания. Что-то понятно, что-то не очень. И иногда они не знают, как сработать так, чтобы вывести человек из негативного сценария. Они не знают. Они как бы это раскрыли, показали, а дальше, ну типа вот как куда-нибудь это да вырулит. А оно не всегда выруливает. И я тогда пошла дальше учиться. Да, я еще училась гипнотерапии. А где у меня гипнотерапия? Сейчас посмотрим. Тоже у человека... Эмоционально-образной терапии я училась. Ну эмоционально-образной терапии, там самый известный, это институт Николая Линды. Но я училась у ученицы Николая Линды. У нее просто своя частная практика. И у нее такой негосударственного образца сертификат. Сейчас, если я не подготовилась, надо его найти. Тут вот гигантские папки, в общем, с кучей распечатанных тем, которые мы проходили. А вот, что-то я здесь нашла. Что-то я здесь нашла. Так, вот он пришел онлайн. Там потом вообще все сертификаты онлайн стали приходить. Институт интегративной психологии и коучинга. Сертификат подтверждает, что Коробкова Наталья прошла курс по программе «Гипноз. Базовый уровень». 64 часа, теория 24, практика 24, личная терапия 16. Это в 18-м году у меня было. После этого было еще одно повышение квалификации. И опять по гипнозу. Я просто не распечатала второй сертификат. Еще столько же часов я проходила. Опять там замес гипнотерапии с эмоционально-образной терапией. Мне очень нравится. Я много методов использую именно из эмоционально-образной терапии и из гипнотерапии. У меня легкая гипнотерапия. Это не такой гипноз, как вы видите по телевизору. Что человек уснул, ничего не помнит, проснулся, очнулся гипс. Нет. Это трансовые техники. Человек находится в себе. Он понимает, что он делает. И всегда может в любой момент сказать стоп и так далее. Но все равно этот транс позволяет как раз вспомнить то, что человек вытеснил. Но это нужно для проработки чего-то. Докопаться до каких-то вещей. Очень помогает в работе с психосоматикой. В общем, психология это безумно интересная наука. Я считаю, что это наука. Хотя многие говорят, что это не наука. Туда-сюда. Но это профессия нужная, важная. И не знаю, как раньше люди вообще жили без этой ниши психолог, психотерапевт. Не представляю. То есть, наверное, просто психиатр глушил всех таблетками. И все. Поэтому я очень люблю свою профессию. Я ее очень уважаю. Я уважаю себя за свой выбор. Я рада, что у меня получается. У меня гигантское количество хороших отзывов. И на моем сайте. И периодически я их публикую в своих соцсетях. Я делаю скриншот. Ну, естественно, конфиденциальность. Я соблюдаю, убираю имена. И так далее. В общем, поэтому вот так. Все. Я вам рассказала про... Какие у меня планы дальше? Дальше у меня планы продолжать в том же духе. И если... Как только какие-то я узнаю что-то про интересные курсы, про новые методы, и если я чувствую, что мне туда надо, я всегда иду, учусь постоянно чему-то новому. Делаю это с большим интересом. В общем, живу по принципу на работу, как на праздник. Кстати, я абсолютно так же и на первую работу ходила. Имеется в виду не на первую, а на вторую, когда мы с мужем работали в торговле. Я на работу ходила, как на праздник. Мне это очень нравилось. Потому что вот эта торговля, она у меня в крови от бабушек, от дедушек передалась. Купи-продай. Вот. Это мое. Мне это нравилось. Мне нравилось обслужить клиентов, общаться с ними, расставлять товар на полке, закупать товар, организовать весь этот процесс. Единственное, вот работа первая, когда я работала в IVLP, туда я не ходила, как на праздник, но там были свои плюсы. Объясню почему. Значит, я плохо знала английский язык, а вся моя работа была связана, ну, почти вся, с английским языком. И у меня были жуткие комплексы, что мне сейчас что-то спросят по телефону, я не буду знать, как ответить. Я не пойму, там, боже, я опозорюсь, что делать, там, я сразу переключала на другого менеджера, который хорошо говорит по-английски. И просила его, чтобы он понял, что там хотят и так далее. В общем, из-за вот этого стресса, из-за того, что каждый раз шла с таким стрессовым настроением на работу, я всё время в конце работы, хотя она была не пыльная, я чувствовала такую усталость, мне всё время хотелось спать. Я сейчас понимаю, что это была абсолютно защитная реакция именно на вот этот вот стресс, незнание свободно языка. Вот. Но, тем не менее, я как-то там эти 8-9 месяцев продержалась, сейчас вообще даже думаю, господи, как? Ну вот удалось, и особо никогда не позорилась, ничего, и тянула свою работу. Ну просто потом пришёл вот новый глава, вот в данном случае Дональд Крейг, он сократил всем в два раза зарплаты, и я подумала, в принципе, самый повод уходить, потому что мне всё-таки тяжело, как-то я этот язык, его надо бесконечно учить, а мне это было тогда не очень уже интересно. Так ещё и зарплату в два раза просто скостили. Так какой смысл мне тут оставаться? И я очень радостно ушла и о чём никогда не жалела. Если б я знала хорошо язык, то этапа работа прекрасно мне бы зашла. Тем более, что мы очень быстро, через три месяца, мы переехали в красивый офис, который находился прямо в моём районе, где я живу. 20 минут пешком я шла на работу. И это было здорово тоже для девчонки, которые только заканчивают, то есть я на пятом курсе училась, заканчивают ещё институт, ещё не закончила, работать в американской компании, в красивом офисе, имея хорошую зарплату, хорошая у меня тогда была зарплата сначала. И, конечно, это здорово. Но это первые шаги. Потом я поняла, что не хочу я работать с иностранными языками, я хорошо говорю по-русски, и будем как-нибудь стараться работать так, чтобы нужно было говорить по-русски. Ну вот, слава богу, сейчас моя профессия позволяет мне виртуозно владеть своим любимым русским языком, снимать ролики для вас, что-то красиво, витиевато рассказывать, как-то очень понятно доносить. Ну это вот спасибо РГГУ и школе, где заставляли учиться, писать, что-то конспектировать. Наверное, вот тогда и пересказывать пришёл этот навык умения говорить. Всего вам доброго, до свидания. Желаю вам найти тоже свой путь в профессиональный такой, чтобы на работу как на праздник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова